День заповедников и национальных парков. Важная дата для людей, неравнодушных к экологии. В образовательном экоцентре «Добрый пластик» на Талстинской участники эколого-просветительского мероприятия услышали много интересного о национальном парке «Лосиный остров», который находится не так далеко от нашего городского округа. Так, например, волонтеры узнали, что как раз силами таких же добровольцев, как они, за 40 лет удалось восстановить этот лес в центре городской агломерации для будущих поколений. И вот сейчас вот это молодое поколение детей, которые активно принимают участие в жизни парка, приезжают к нам, помогают и в сборе мусора, и оказывают помощь в посадке деревьев, развешивают скворечники, кормушки, с удовольствием ходят на наши экскурсии, поэтому все это очень приятно и вселяет надежду, веру в то, что все будет прекрасно у нас. Вселяет это уверенность и результаты, которые показали учащиеся нашего городского округа участники всероссийской акции «Экодиктант». Эти ребята знают наверняка, как применить свои знания на деле. С помощью сбора вторсырья уже не первый год. Они оказывают помощь тем, кто в этом нуждается. В 2021 году сотрудники благотворительного фонда «География добра» пришли в Щелково с образовательно-экологическим проектом «Добрый пластик». Его лозунг – зачем выбрасывать, если можно сдать и помочь. В этом году было собрано уже больше 30 тонн вторсырья, и была оказана помощь шести подопечных нашего фонда. Это жители городского округа Щелково, это ваши соседи, это люди, которых вы видите, знаете. И для нас, как для сотрудников фонда, которые реализовывают этот проект здесь, в Щелково, это очень-очень важно. Участникам мероприятия представили новую подопечную, для которой открыт сбор. Это 13-летняя Маша Цуканова, ученица Щелковской школы номер 3. Накануне мы заглянули в гости к ее семье. Как многие дети ее возраста, девочка любит молочный шоколад, рисовать и котиков. Источник вдохновения – член семьи Тимоша. Отличает Машу среди сверстников только то, что самостоятельно ей тяжело долго держаться на ножках. Виной тому спинномозговая грыжа в пояснично-крестцовом отделе при рождении. Это порог развития позвоночника и как осложнение этого диагноза – порез нижних конечностей. То есть ножки не совсем парализованы, а как бы частично. Она чувствует их, она может встать, может пройтись. Мама сопровождает Машу везде и даже в школе. Делать самостоятельные шаги помогает сложная ортопедическая обувь, а преодолевать дальние расстояния коляска. Несмотря на хрупкий вид, Маша – настоящий боец. Никогда не жалуется на боль и усталость. Девочка регулярно посещает бассейн и реабилитационные центры. Занимается лечебной физкультурой. На сегодняшний день Маша была многократно оперирована, включая сложное вмешательство по исправлению позвоночника. Каждая операция дает осложнение на ножки и приходится как бы заново учиться ходить. Но ее семья не сдается и делает все возможное, чтобы помочь Маше ходить увереннее. Нам рекомендовали приобрести ортезы. Это специальные аппараты на голеностопный сустав. В них есть специальные шарниры, которые будут давать возможность стопе двигаться. Сам аппарат более устойчивее держит ногу, что позволит Маше устойчивее стоять и увереннее ходить. Чтобы помочь Маше, отправьте смс на номер 8903 со словом «Люби». 500, где 500 может быть любой суммой пожертвования. Также каждый может присоединиться к благотворительному сбору, сдавая вторсырье. В рамках акции «Пластик в обмен на жизнь» проекта «Добрый пластик» была оказана помощь уже очень многим детям. И хочется отметить вовлеченность людей, которые проживают в городском округе Щелково. Их неравнодушие и то, как они откликаются на проблемы других людей, это очень ценно. То, как у них горят глаза, когда они рассказывают о нашем проекте, как они вовлекают своих друзей, семьи для того, чтобы помогать другим людям, это то, что вдохновляет нашу команду на то, чтобы продолжать свое дело.